Некто Константин по прозванию Варвар проявлял к святому Василию большое благоговение. Когда он узнал, что Иоанн, который служил ему, умер, он как-то раз пришел к святому и, получив его наставление, попросил переселиться в свой дом. Святой же не хотел, так как всегда любил нищету. Но поскольку тот, бросившись к нему в ноги, стал горячо уговаривать, исполнить его просьбу, он с трудом согласился и пошел с ним. Я уверен, что святой не поступил бы так, если бы не предвидел великую пользу для души этого человека от своего согласия. Ведь и до него многие просили его, но он никого не послушал. Константин имел дом в районе, называвшемся Аркадианы. Он очень сильно обрадовался, когда святой Василий послушался его. Подражая самонетянке, принимавшей пророка Елисея, он приготовил для святого ложа и кресла, светильник и стол и приставил к нему в услужение кроткую старицу по имени Феодора, одну из своих служанок, которая была уважаема за добродетель. В юности господин сочетал ее браком с одним из достойных рабов своих и родила она с ним двух детей, мальчика и девочку. Когда же муж ее умер, она предалась воздержанию. Преподобный Василий часто уходил в комнатку в старице ради пользы тех, кто ежедневно посещал его, а по вечерам возвращался в свою спальню, чтобы творить молитву. Многие из тех, кто приходил к нему, просили его посетить дома, чтобы посмотреть лежавших там больных. И он соглашался на эти просьбы. И как только он возлагал руку на них, у людей прекращался жар. Одержимых оставляли бесы и проходила всякая болезнь. По близости от того дома проживала знатная Анастасия, припоясанная Патрикия. Припоясанная Патрикия, это высший женский придворный чин, давался, как правило, царским родственницам. Она нередко приглашала его, и он навещал ее дом, получая праведной жизни. И если она в чем-то согрешала, он открыто обличал ее, и она не отпиралась. Но со смирением принимала и выслушивала его наставления. Она совершала множество дел милосердия и часто посещала церковь. Как-то Анастасия была у царицы Елены. Елена Августа, это дочь императора Романа I и супруга Константина VII Багрянародного. И рассказала ей о чудесах святого Василия. Та услышала об этом, очень удивилась и захотела увидеть его собственными глазами и получить благословение. Как-то раз, когда святой зашел в дом к другой Патрике, Ирине, он застал там многих жен-сановников. И тех из них, кого он своим правительским даром уличил в неправедных поступках, он стал стыдить и исправлять. То же самое он делал и с их мужьями. Да так решительно, что они смущались и едва смели смотреть ему в лицо. И когда он обличал одного из них, произошло нечто удивительное. Ибо по молитве он закрыл слух прочих присутствующих, чтобы они не слышали его обличений, и чтобы обличаемый не сгорел со стыда. Царица же послала к нему одного из своих слух, приглашая прийти к ней и преподать благословение. Когда святой пришел, царица вышла ему навстречу и, поклонившись, попросила помолиться за нее. Святой благословил ее и помолился со словами. Да сохранится нерушимая держава царства твоего, которое вручил тебе Бог, на многие благая лето. А затем достоит тебя милостивый Бог, дарующий блага всем людям царствия небесного. Царица же сказала ему. Честный отче, я давно хотела увидеть святыню твою, и ныне исполнил Господь желание мое. Прошу тебя, не оставляй молитв твоих к Богу за работу свою, чтобы человеколюбивый Господь был ко мне милостив в день суда. Преподобный сказал ей. Не пристало нам молиться за вас, да и не приносят это пользы. Ибо если мы будем молиться, а вы будете поступать вопреки, молитва наша станет недейственной. Как сказал Бог к Еремии. Не проси за этот народ, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают? Много может усиленная молитва праведного, но только в том случае, когда сопровождается добрыми делами. И достойно, чтобы каждый сам делал полезное, каковы добрые дела. Чтобы молитвы наши, которые мы возносим за вас, могли получить сугубую силу пред Бога и Господом нашим. Такие и подобные наставления дал святой царице. Та же просила его провести во дворце всю неделю. Он послушался и остался. Царица всю неделю не переставала со смирением просить его, чтобы он умолил Бога о рождении ею мальчика. Святой отец Василий сказал ей так. Предстоит тебе родить еще одну девочку, и тогда родишь и мальчика по имени Роман. И не отчаивайся, но верь, потому что ребенок вырастет, и после всех своих царственных родичей он один будет царствовать вместе со своим отцом. И ты будешь веселиться с ними и радоваться. Действительно, в 937 году у Константина и Елены родился сын, будущий император Роман II, 959-963 года. В то время царствовал ее отец Роман, соправителями которого были муж Елены, Константин Багрянародный и ее братья Стефан и Константин. Христофор, первый сын Романа, уже умер, оставив сына Михаила, который, хотя и не был коронован, также носил царское облачение и красную обувь в знак царского происхождения. Сама же Елена была первой среди других цариц. Ибо Феодора, вторая жена ее отца Романа, уже скончалась, а София, супруга Христофора, после его смерти удалилась из дворца. И первой стала Елена, мужем которой был Багрянародный Константин, внук царя Василия и сын мудрейшего и милосердного царя Льва. И вот всю ту неделю, которую святой провел во дворце, цари ежедневно просили его благословения. Святой же всех благословлял и молился за них, зная своим прозорливым даром прегрешения каждого. Как-то раз он пришел к царю Роману помолиться за него, тот принял его приветливо. Во время беседы святой обличил его в лицо, так как был он сребролюбив и распутен, и совершил много злых и дурных дел. Царь же, любивший монахов, не разгневался, но благословно принял обличение и наставление его. И когда святой захотел уйти, царь почтил его, дал много золота, но он ничего не захотел взять у него. Придя к царице, святой попросился вернуться в свое жилище. Тогда она сняла свои золотые украшения и отдала ему, вместе с большой суммой денег, и велела принести свой кошель, заклиная святой троице взять, сколько он хочет. Святой же принял знаки уважения и, удивляясь вере царицы, взял кончиками пальцев три золотых монеты, которые отдал прислуживавшей ему старице. Те, кто были там, сказали, дай ей еще, отче. Он же ответил им, больше этих колючек нам не нужно, уж очень они жгут руки. И те изумились нестяжательству преподобного Василия. Царица же сказала ему, воистину честный, отче, чушь ты радостей мирских и единого Христа возлюбил всей душой своей. Но умоляем, помолись за нас и воодушеви нас своими святыми молитвами Господу. Сказав это, она отпустила его с великой честью. В те дни заболела знатная патрикия Анастасия и находилась при смерти. Часто призывала она святого и просила его помолиться Богу, чтобы ей избавиться от болезни, святой же зная промысел Божий о ней. И то, что душа ее уже готова принести совершенный духовный дар, увещевал ее словами убеждения с благодарностью принять волю Божию. Ибо Бог лучше нас знает, что нам нужно, как говорит апостол Павел. Живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И вот однажды сидели все родственники и друзья патрикии рядом с ней и стали просить святого сказать им, излечима ли ее болезнь. Так как врачи, желая получить денег, обманывали их, говоря, что болезнь не смертельна. Святой же, зная от Бога, что пришел ее смертный час, образно дал знать об этом. Взяв ее платок и накрыв лицо ее, он сказал, «Еще три дня и более не увидим ее». Итак, дети мои, творите ради нее щедрые дела милосердия, ибо ничто так не уврачевает душу, как милость. Посему гласит Писание, блажен, кто помышляет о нищем и убогом. В день бедствия избавит его Господь. А какой же день бедственнее и страшнее смертного часа, в который собираются бесы и громко обличают душу за каждое прегрешение? Если же обнаруживают они, что мы творим милости, то бегут. Потому и говорится, что собственное богатство нужно для спасения души, поскольку милостыня и вера очищают человека от греха. Итак, готовьте душу ее жертвами и милостыней, а врачи пусть себе продолжают лгать. Услышав слова святого, те, кто был там, горько расплакались, и, как указал святой, стали совершать богатые милостыни ради души ее. Согласно с предсказанием святого Василия, на третий день умерла блаженная Патрикия, так что все, молясь опочившей, возносили хвалу Богу, прославляющего святых своих. Субтитры создавал DimaTorzok